Вкусных новостей Итак, начинаем с самого интересного. Горячая вакансия требуется блогер, который должен пить пиво и путешествовать. Вы мечтали путешествовать по Америке, пить пиво и делать отчет о своих невероятных приключениях в соцсетях? Тогда вы идеально подходите на вакансию пивного стажера. Компания World of Beer из Флориды ищет стажеров, которые должны все лето пить пиво и писать об этом блог. За это практиканты получат 12 тысяч долларов и пособия на проживание и транспорт. У счастливчиков требуется посещать разные заведения, фестивали и тестировать новые сорта пива. Также нужно делиться с пользователями соцсетей подробностями и веселыми моментами своего алкомарафона, то есть делать то, что вы делаете всегда. Чтобы подать заявку, нужно заполнить онлайн-анкету и снять короткое видео. За минуту нужно рассказать о любимом пиве, поведать веселую историю или продемонстрировать свой талант. Но, друзья, сейчас я вас немножечко расстрою. Прием заявок был до 26 марта, то есть до сегодняшнего дня. Поэтому нам осталось только следить за тем, кто же этот счастливчик. Это неловкий момент, когда профиль в инстаграм 93-летней бабушки круче, чем ваш. Бабушка Эмика разбивает все стереотипы, став популярной моделью в инстаграм. Энергичная женщина рекламирует аксессуары, которые делает ее внучка. Бабушка счастлива, а я, то сколько удовольствие получаю, рассказала внучка Хинами Мори. Более того, как только бабуля стала лицом линии аксессуаров, продажи существенно возросли. Еще бы, эта жизнеутверждающая энергия сражает на повал. В инстаграм за модными фотосессиями следят 32 тысячи подписчиков. Умные колеса, которые подстраиваются к дороге и к погоде. Уже в недалеком будущем на рынке может появиться разработка, которая позволит автомобилистам не заботиться о смене колес с наступлением нового сезона. Умные колеса будут сами подстраиваться к погодным условиям и к дорожному покрытию. Недавно группа дизайнеров и инженеров представила новую концептуальную разработку под названием Кумхос Макс Пло. Колеса должны будут в автоматическом режиме подстраиваться под условия дорожного покрытия, опираясь при этом на данные, полученные в результате собственного анализа. Одна из дополнительных функций – возможность расширения или сужения самих колес по команде водителя. Очень полезным это будет, например, при езде по снегу или грязи. Кроме этого, колеса Кумхос Макс Пло смогут выпускать шипы для лучшего сцепления с поверхностью. Напоследок стоит отметить, что весить Кумхос Макс Пло будет около 12 килограмм. В каждом колесе будет работать небольшой электродвигатель с парой аккумуляторов. Как по мне, хорошее изобретение только интересует цена вопроса. Следующая новость о том, что американский актер Арнольд Шварценеггер заявил журналистам о том, что планируются съемки «Терминатора 6». Правда, больше никаких подробностей 68-летний голливудский ветеран не назвал, поэтому известны, точнее неизвестны ни сроки выхода фильма на экран, ни подробности сюжета картины. Зато Арни подчеркнул, что с нетерпением ждет возвращения своего любимого персонажа. Заключительная новость. Эксперты проверили качество хот-догов и кофе на АЗС Украины. В тестировании приняли участие 8 сетей АЗС. Эксперты приобрели хот-доги, а также кофе двух видов – эспрессо и американо, после чего их образцы были переданы в сертифицированную лабораторию и на декустацию профессионалам, и обычным потребителям. По результатам исследования Института потребительских экспертиз, лучшие хот-доги продают нам АЗС, ВОК, БРСМ, Нафта и ОКО, а лучшие кофе есть на ВОГе. Кстати, внимание у кофеманов, вкус кофе зависит не только от самих зерен, но и от машин, которые готовят напиток. Все проверенные АЗС оборудованы дорогими и современными кофемашинами, что обеспечивает высокий уровень предлагаемых напитков. Но в пиццерии Челентано не менее вкусный и ароматный кофе, и, собственно, чай. Это я уж точно знаю. Ну а пока это все новости. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА